до 90 уже килограммов до 90 адлан малагов амагов в красном углу и юрий кибинов кибизов кибизов виза это но очень-очень сильный кибизов например я очень хорошо знаю мастер спорта движетного класса по боевому самбо мастер спорта уже по комплексному единоборству вот такой бой был очень напряженный конечно сейчас я думаю зрители увидят я кибизов конечно очень предварительные поединки тяжелые прошли оба атлета такие высокие ростом длинные руки длинные ноги вот конечно вот оба ударники хорошие но вы сами сейчас увидите как они прекрасная ударная техника а вот такой бросок не амплитудный тоже оценивается да конечно оценивается бросок один в один балл оцениваются другие значит если амплитудный бросок идет но с падением бросающего бросок оценивается два балла ну и как говорил самый такой вот этот амплитудный бросок без падения бросающего оценивается в 5 баллах ну вот видите успел до цикл удается на проведение приема куда мы тоже когда принимали правила делали вот мы тоже понимали что необходимо и зрелищность поединка потом уже понимаете у нас нету добивания на полу все таки при всем при том что мы готовим спортсменов но их служебной деятельности но все таки считаем что неэтично набивать своего соперника ногами на полу да с точки зрения внесения службы тоже правильно потому что даже при задержании насколько я понимаю нарушительных да 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 уже может быть крестерна как превышение превышение мер необходимой обороны конечно как я всегда такие случаи говорю вы представьте говорю судебного пристава который форме на одежде может быть против него правонарушитель быть даже пожилая бабушка он же не может ее ударить там ногой там или еще что то то есть он должен пресечь правонарушение но сделать так чтобы не причинить вреда со всех точек зрения вот это вот ограничение работы в партере она оправдана потому что если даже вспомнить такой один из самых известных чемпионатов по боям без правил и все тоже долгое время критиковали за неограниченное время которые в партере можно потом немножко поменяли правила и все возродился хотя одно время прям он спадал именно потому что людям неинтересно было смотреть 20 минут там ли там где-то да да когда вот лежат вот действий никаких нету спортсмены очень так хорошо физически подготовлены конечно у них очень такой бой напряженный был вот этот вот наш спортсмен который кибиза в синем шлеме выступает в прошлом году у нас вот такая травма была серьезная на чемпионате минюста и она была как говорится не с нарушением правил ничего был чистый удар через жилет предварительном поединке вот кибизов выступал со спортсменом это с мурманского со представителем федеральной службы исполнения наказаний я думаю может быть спортсмен там не имеет высокого спортивного звания но тот спортсмен оказался мастером спорта по самбо и мастером спорта по рукопашному бою то есть два же мастер спорта и вот он ногой даже не с разворота обычной ногой мама ваша грудь был нанесен удар ногой в итоге ударом ноги проломлен на грудь через жилет вы представляете да вот такая серьезная травма на минюсте была вот ну там конечно наши наши врачи очень профессионально сработали все как бы было правильно сделано мы спортом спортсмена отправила до пришлось его конечно направить в госпиталь чтобы там все нормально было со здоровьем ну просто я говорю что кибизов очень сильный такой спортсмен особенно вот его удар с разворотом ногу очень сильно бьет многие бои он заканчивал нокаутом ну совсем без травм не бывает иначе иначе если спортсмен совсем нет риска выступлений то в общем то необходимо это необходимо держать спортсмена в напряжении вот эта опасность на начале ну конечно бывает ну желательно чтобы это было заведено конечно минимум вот я тут смотрел буквально на днях вашу передачу по телеканалу боец про бокс и когда вот там говорили о том что сейчас вот эти перчатки которые не дают сжимать кула вжимать да и то что вот эти шлемы я как в прошлом все таки мастер спорта советского союза по боксу скажу что я полностью согласен с нашими коллегами боксерами конечно в том виде в котором была изюминка бокса вот именно нанесение удара там я даже сам вот это чувство когда пробиваешь удар увидишь что соперника ты послал там нокдаун там сбил дыхание да и вот это конечно вот потеряла актуальность действительно смотришь вот на эти современные бои как обмен ударами да с одной стороны вроде бы погасили травматизм но не стало именно того бокса который был да это стало разновидностью фехтования такого без шпаги фехтование без шпаги и кстати я хочу сказать что на мой взгляд еще очень комплимент хочу сказать я считаю очень вы правы в том что спортсмены выступают без без маяк без футболок там с голым торсом потому что это видно что это мужской вид спортом и вот особенно вот этот поединок прекрасно сложный атлетически сложные ребята конечно это какой-то шарм придает зрелищность точно повышается но у нас сейчас вот опять идут идут разговоры как бы вот мы так сейчас такой вопрос обсуждаем у нас же был период когда мы финальных поединках у нас ребята работали без шлемов у нас по правилам можно носить удары ногой в защиту то есть то ли жилет то ли значит шлем но финальные поединки мы проводили без шлемов но к сожалению вот при нанесении ударов ногой в голову были большое количество рассечений бровей было потому что как правило видите ребята на ноги не одевают защитные такие мягкие щитки все-таки щиток при всем притом он гасит удар конечно вот а тут вот с голыми ногами если вот мы сейчас наверное придем к тому что на спортсменов оденем борцовки борцовки с мягкими щитками все-таки шлема мы мы хотим убрать потому что лицо да 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 это надо видеть обезличенность правильно мне вот это вот это передача мне очень запомнилась и я тогда уже это мы давно уже об этом разговор ведем но вот одели шлем из-за того что было два момента либо не наносить удар ногой в голову то есть оставлять спортсмена без шлема это опять же это конечно сужает уровень технической да вот либо вот одеть шлем и разрешить наносить удар ногой в голову но сейчас вот третий вариант вот я думаю что сейчас мы начинаем изготавливать свою экипировку которая будет подразумевать не только спортивные костюмы но опять же наша наша компания сейчас которая будет работать под знаком фк е она будет выпускать и шлемы и перчатки и специальную обувь и накладки специальные то есть я думаю что в ближайшее время вы это все увидите на наших ребятах мне кажется если вы оденете щитки в обязательном порядке то имеет смысл разрешить удары по ногам тоже потому что уже будут щитки и туда так опасно имеется ввиду лунки да хороший бой с акцентом на ударную технику но тем не менее как мы видим не только только были переводы в портах а вот это был очень такой напряженный бой конечно все переживали